приветствую всех на канале михаил инвестиции сегодня будем разбирать bitcoin эфиру сейчас появилась довольно интересная модель о которой хочется поговорить поведать вам и эта модель выпил это первая модель о которой хотелось сегодня рассказать вам на четырехчасовом графике bitcoin показывает видел где уровень поддержки здесь уровень сопротивления здесь и соответственно вот она длина этого самого вымпела вот и луков право сигнализирует о том что должно продолжиться предыдущее движение предыдущие движение у нас является падением соответственно по логике вещей должно продолжится падение и также по этой модели можно судить о том что падение будет вот поэтому модели то есть иначе говоря можно предположить что падение будет где-то до 39000 ну соответственно в зону где достаточно сильная поддержка как вы знаете эта зона где-то примерно 40 42 тысячи соответственно можно предположить о том что именно как раз в эту зону и упадем тем более если учесть о том что люди думают то большинство людей как раз и рассчитывает на то что произойдет определенная какая-то вот такая коррекция до этой зоны и якобы потом уже тазамон и продолжим довольно стремительный рост там до 90 и 130 и так далее кто что думает я же думаю немного другую ситуацию и когда вот эта фигура себя отработает произойдет сложный рост при котором люди опять начнут набирать позиции хотя я уверен что и сейчас набирает позиции и продолжится когда падение тоже набирает позиции когда рос и опять набирать короче люди думают о том что это скидка и надо срочно набирать и это хороший способ для того чтобы вновь полететь к небесам 90 и так далее кто какие ожидания 100 и ставит себе в по поводу биткоина и других ритов лицом я же ожидаю что возможно крупные игроки довольно так скажем хитрые непростые и они как раз таки создадут эту видимость произойдет вот этот отскок тот самый на которые люди надеются и вновь будут набирать большие позиции хотя и до этого я уверен набирает позиции потому что вот при этом проливе который был у нас буквально недавно люди достаточно сильно начали откупать и я считаю что для того чтобы вошли в рынок даже те люди которые сомневаются они создадут видимость о том что рост люди начнут люди начнут думать о том что да в действительности мы полетим выше и потом уже все сильное падение будет может быть не так может быть другой сценарий событий может быть просто полетим вниз но я в большей степени думаю что именно какая то вот такая ситуация и произойдет поэтому что у нас имеется сейчас должно произойти какой-то пробой вниз и полетим вниз в эту зону достаточно сильной поддержки и дальше будем уже наблюдать за той ситуация которая будет происходить в эфиром аналогичная ситуация у нас есть такой выпил он немного по-другому выглядит но суть он не меняет продолжится то движение которые и было соответственно нас было падение и продолжится падение по вот этому размеру я высчитал что падение будет как раз в район примерно 2800 3000 именно в этот диапазон примерно и упадет эфириум и дальше конечно что-то наподобие будет аналогичная ситуация с биткойном где начнется рост ложный и потом уже полетим вниз достаточно сильно потому что вряд ли сейчас произойдет прям очень сильное падение сквозь 40 тысяч это я имею ввиду bitcoin и дальше вниз полетим потому что в этом случае люди сразу же все поймут о том что надо продавать не надеяться на падение ну а так как в общем знаете они довольно сильно я считаю о том что довольно много у них источников информации которые отслеживают какое настроение у людей позитивное отрицание на что они вообще в целом надеется а так как я смотрю разных блогеров и читая разные комментарии я все-таки вижу в целом картину о том что люди сейчас несмотря на то что немного это уверенность по угасал но в целом они считают что все это ложные ложная коррекция которую в принципе и ожидается и якобы дальше мы уже полетим выше и все на это рассчитывают и даже если мы упадем до 40 тысяч люди не будут особо бояться они будут рассчитывать что дают действительно сейчас полетим вверх и эту видимость как раз я думаю создадут но это только лишь теории догадки а давайте теперь по существу разбирать эфириум показывают дивергенцию мы видим что продолжается рост вот у нас начинался вот пик до следующий пик но несмотря на следующий пик этот пик уже меньше по силе чем предыдущий соответственно это знак для того чтобы все таки вот этот восходящий тренд мини-тренд он закончился и уже мы достаточно сильно полетели вниз как минимум примеру наверное где-то до половины иначе говоря хотя бы до двух тысяч пятьсот двух тысяч четыреста примерно суда потому что вот это падение которое сейчас состоялось до трех тысяч четыреста это все ни о чем для дивергенции это слишком мало я ставлю особую теорию по поводу того что если когда сомневаешься в биткоине то что какая же ситуация в целом будет да допустим вот в эфириум показывают дивергенцию о том что да в действительности этому восходящему движению конец и сейчас должно продолжится падение вот а вот насчет биткоина у нас следующая ситуация немного другая здесь особой сильной дивергенции не прослеживается правда тоже виднеется но не столь сильно выраженная потому что у нас здесь нет двойных вершин а лишь одна вершина и по одной вершине но это так скажем так не настолько сильный знак как у эфир ему у которого образовалась уже двойная вершина и поэтому тоже можно судить о том что да в действительности будет падение вот еще раз показываю вот у нас в эфиром двойная вершина это уже довольно сильный знак а у биткоина нету двойной вершины но все же есть обратить внимание то чтобы эфириум показывает более утвердительную цену соответственно я считаю что все таки это в действительности так и мы должны полететь вниз в целом хотя есть еще одна теория вероятности но я считаю что шанс намного ниже чем то что сейчас мы должны долететь примерно до 40 тысяч есть еще одна возможная ситуация которая может произойти что сейчас произойдет какой-то рост и только после это уже падение к 40 тысячам потом какой-то рост и дальнейшее падение я считаю что есть конечно такая теория вероятности но считаю что все таки в большей степени она мало осуществимо тем более если обратить внимание на вот эту фигуру выпил то я считаю что по логике вещей она должна все таки это работать правильно и мы именно в данный момент и улетим тестировать вот эту ключевую зону поддержки от которой люди многие будут уже отталкиваться и меня свои позиции в зависимости от того какой исход будет если обратить внимание примерно на недельный график то могли у нас показывают о том что есть нисходящий тренд правда он немного угасает сейчас он немного стал возрастать но в целом я считаю что он должен все таки себя отработать как правило в большинстве случаев когда он за такую ситуацию показывал длительность была достаточная для того чтобы он себя полностью отработал единственное исключение у нас было вот здесь где мини цикл был там он вот этот магди довольно быстро уже сформировал совершенно другую картину но в целом в данный момент пока он показывает нисходящий тренд дальше на чё смотрим смотрим примеру на более такой глобальный стахановский индикатор он не учел вот этот мини цикл я его специально так настроил чтобы он учитывал только более глобальные циклы и в данном случае мы видим о том что он показывает более глобально да о том что все таки должно быть падение а если обобщить что и стакановский показывает падение и магди показывают мы падение то в целом я рассчитываю на то что да в действительности это подтверждает тот факт что это в действительности медвежий рынок и можно вот такую картину сделать и ожидать что она должна себя отработать то есть аначе говоря мы сейчас полетим полетим как раз примерно наверно пока будем падать долетим где-то до двадцати четырех тысяч это такая одна из теорий также хочу повториться о том что у меня была одна из теорий о том что по версии можно судить что ситуация повторится конечно это не факт но все же и в данном и пока она отрабатывает себя о том что объема опустились вот до этой зоны потом выросли примерно до этого зона мы немножко перешагнули эту зону но в целом все равно картина особо не меняется потому что здесь чуть меньше тут чуть больше здесь по вообще посередине целом на картина 1 что после глобального пика происходит какой-то вот такой период времени где предпринимается попытка роста но она оборачивается провалом понятное дело что по вот этой модели по версии я бы не стал делать какой-то серьезный уклон это всего лишь одна из теорий вероятности но это я считаю именно на этой модели не стоит сильно заострять внимание это не самое главное так скажем самое главное считает то что где были зоны распродажи где были зоны покупки и по тем моментам где себестоимость также обратите внимание на димой который показывает о том что силами медвежья возрастает бы чего угасает в данный момент мы видим о том что вновь якобы бычья сила преобладает но я считаю что это ложь фейк на самом деле сейчас мы продолжим продолжим падение если обобщить более глобально не как-то вам утрируя различные технические анализы вот эти вымпелы к о которых мы говорили про эти ключевые линии поддержки сопротивление про какие-то волны эллиута ну и так далее короче да рассмотреть просто с точки зрения как бизнес да как инвесторам ну что-то в этом духе отойдя от всего вот это в принципе то какие картины есть во первых серьезные распродажи здесь были здесь я ничего серьезного видел здесь я тоже ничего серьезного я засомневался и решил проверить его фирма эфиром не подтвердил о том что да в действительности сейчас началась начался тот период когда идут сильнейшие распродажи сильнейшие распродажи начались где-то в районе 1600 представляете распродажи начались 1600 и с этого момента мы все равно доросли до 4000 и эти распродажи продолжались продолжались и продолжались несмотря на то что мы росли распродажи продолжались то есть в целом я считаю что есть судить по эфиру то он подтверждает тот факт что да в действительности сейчас данный момент мы особо не ушли из этой зоны и соответственно и должно ожидать дальнейшее падение плюс если глобально рассматривает о том что многие до сих пор еще ничего не распродали и сейчас еще дополнительно пока стали набирать позиции плюс на этом падении тоже стали набирать позиции типа самые умные по умнее ли типа надо набирать 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 так скажем халди да но в целом до сих пор слишком много людей до сих пору содержат все эти монеты никаких особых диких паник не было никаких серьезных распродаж не было и если сейчас двинется дальнейший рост слишком много людей разбогатеет имеется ввиду не богатые какие-то дяденьки до простой народ и им это не выгодно им надо все таки чтобы отобрать так скажем деньги это вот вторая картина более такая фундаментальная не просто технический анализ третья картина более фундаментальная это о том что каждом цикле цена прежде чем начнет покорять какие-то максимум и может не покорять на максимум но перейдет в новый цикл в этом цикле должно быть вершина и падение и вот это главное падение должно опуститься к себестоимости себестоимость у нас биткоина от 11 до 20000 а эфиром ниже 1800 долларов соответственно можно предположить что дальнейшее падение будет до эфиром достигал вот это отметки 1800 но в большей степени все-таки мы смотрим на крипто рынок именно по биткоину и поэтому я рассчитываю на то что все-таки продолжится дальнейшее падение это уже третий факт что вот эти крупные особо крупные люди которые не пытаются как-то особо спекулировать они покупают там на год на довольно длительный срок и конечно они так как закупаются на долгосрок они хотят купить прямо на самом дне и буду двигать в эту сторону к тому же если расценивать как с точки зрения какого-то бизнесмена опять же вот такого до которые не торгуют каждый месяц а какой-то более длительный срок соответственно хочется купить по адекватной цене не по завышенной цене адекватная цена это конечно все что ниже 20 тысяч долларов и поэтому я считаю что по этим важным таким более менее фундаментальным какому-то подходу цена все-таки опустится ниже желаю всем профита всем до скорой встречи